В этом видео я расскажу о том, какие операции необходимо оформлять в программе Мойсклад стандартному розничному или интернет-магазину при работе с маркированным товаром. Это обзорный видеоурок, я не буду показывать, как это сделать в программе. Сейчас речь идет только о том, какие операции придется выполнять при работе с маркированными товарами. Первое. Создание нового маркированного товара в программе Мойсклад. Для того, чтобы в дальнейшем работать с товаром, его необходимо сначала добавить в программу. При этом надо обязательно указать признак того, что товар маркированный, и проставить ряд других параметров, таких как код ТНВ, ГТИН и так далее. После этого программа Мойсклад будет знать, что это маркированный товар, его характеристики и свойства, и дальше мы можем с ним полноценно работать. Второе. Приемка товара. Поставщик нам отправляет товар, и мы должны его принять. При этом, помимо оформления самого факта поступления товаров, нам необходимо сверить коды маркировки, которые поставщик отправил нам по документам с теми, которые фактически находятся на товарах. Третье. Продажа товара. Продать товар можно на кассе. В этом случае онлайн-касса сама отправит всю необходимую информацию, и вывод товара из оборота произойдет автоматически. Продать можно с помощью приложения Мойсклад, установленного на смартфон. Это актуально, например, при доставке товара. Продать можно другому юрлицу. В этом случае мы можем оформить факт продажи не через онлайн-кассу, а с помощью документов в программе Мойсклад. При этом необходимо будет также оформить документ вывода товара из оборота. Четвертое. Возврат товара от покупателя. В случае возврата маркированного товара нам, помимо оформления самого возврата, необходимо вернуть товар в оборот. Причем, если покупатель возвращает товар и при этом сохранил код маркировки, то тогда нам надо просто вернуть товар в оборот. Но вот если покупатель не сохранил код, тогда нам придется либо заказать у поставщика новый код, либо самостоятельно заказать код маркировки в ЦРПТ и также самостоятельно ввести его в оборот. Пятое. Иногда бывает необходимость списать товар. Например, если товар был испорчен или украден, и в этом случае нам также нужно будет вывести товар из оборота и передать информацию о списании в систему честный знак. Это были самые частые операции, с которыми приходится иметь дело при работе с маркированными товарами. В следующих видео уроках мы с вами подробно рассмотрим каждую из этих операций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok